Да, очень, если поиграть в игру, то он очень часто встречается. Начинает наше интервью Егор, не по традиции. Ну, о чем вообще сказать? Вы вопросы задавайте? Можно, да? Да, конечно, давайте. Спасибо. Друзья, привет! Мы продолжаем брать интервью на Warface Open Cup осень. Сейчас пообщаемся с игроком, который впервые на лане. Зовут его Егор, никнейм Батя. Да, Егор, расскажи, как ваш матч сейчас прошел и поделись впечатлениями и переживаниями. Ну, мы выиграли, но проиграли. Да, Империи, конечно, огромный привет всем, но мы выиграли. Тут такой troll face. Да, мы победили. Ну, там без шансов, вообще без вариантов им было, но Двил, конечно, у них молодец такой, хитрый. Да, сделал специально вылет, мы вели в игре, у меня шла игра на обеих картах до вылетов. Ну, в итоге я просто каждый раз сбавлял, то ли я психологически неподготовлен, что ли, и просто сливали. Расскажи, вы на этом турнире «Темная лошадка». Это все было неправда, мы потом перезададим этот вопрос еще к концу интервью, и он ответит правильно на него. Да, «Темная лошадка», и про вас никто ничего не знает, как вы играли? Да, нас все знают. А ребята, говорит, не знают. Мы играли с Рокетами, с этой же Империи, с Аренной, я не знаю, почему они так говорят, что они нас не знают. Скрывает что-то. Кто, я? Они скрывают. Ну, молодцы. Просто они, наверное, считали так, что из-за того, что мы вышли первый раз на ЛАН, вот именно поэтому нас никто не знает. Они все уже ребята опытные, по два-три раза были. Именно поэтому они, наверное, так сказали. Это правда, что у вас в команде все игроки школьного возраста? Да. И один игрок у вас самый молодой, сколько ему лет? 14 лет, это Денис, шкалоник. Как он, когда он находит время играть? Он же учится, и у него, наверное, родители наседают, он еще молодой, за ним нужно присматривать. Ладно. Ну, как-то находит время, да, садится, играет. Родители у него работают опоздна, он тренируется с нами вечером. Ну, и все такое, я не знаю, что еще сказать. А он хорошо учится? Нет. Вроде нет. Ну, так, ну, среднее, не очень. Хорошо. А ты учишься хорошо? Да. У тебя какой класс? Одиннадцатый. Выпускной класс, и ты приезжаешь на ЛАН, вам же скоро ЕГЭ писать. Нам сочинение писать в среду, контрольное, по литературе, но я в Москве. Как ты, да, какая у тебя тема по сочинению? Ну, я ДОМ выберу, потому что оно у меня уже написано. Что ты выберешь? ДОМ? ДОМ. Тема ДОМ. А, понятно. У тебя по литературе и по русскому как успехи вообще? Ну, нормально. Я вроде сдал на 100 баллов. Прямо на 100? Прямо на все 100. То есть ты уникум на 5 учишься? Нет. Я так просто русский хорошо знаю. Хороший учитель. От учителя зависит? Да, там 5 тем дано. И получается, убираешь любую. Лучше разобрать какую-нибудь одну и потом хорошо написать. Ты любишь писать сочинения вообще? Нет. У тебя какой больше склад ума? Математический? Математический, да. А учитель по математике хорош? Отличный. И у тебя тоже пятерки по математике? Четверки такие-то хорошие. Ну, между четверкой и пятеркой всегда. Но иногда старания не хватает. Как тебе удается совмещать игру и тем более игру в большом количестве с учебой? Ты уроки делаешь? Да, я уроки делаю. Мы не в таком огромном количестве в игре проводим. Ну, 2-3 часа я считаю это не каким-то прям огромным временем тренировок. Ну, получается, я прихожу где-то в 2-3 часа домой. Делаю все уроки, занимаюсь своими делами, хожу на тренировки. И вечером садимся и играем все. Как давно вы в Warface играете? И ты, в частности? Я играю с закрытого бета-теста. То есть с самого начала. Только забрасывал эту игру несколько раз. Ты тоже 13-летним начинал играть где-то? 14 лет? Разве? Нет, мне было 14 лет вроде. Да. И сразу в Warface начал играть, да? Не, ну я еще до этого, получается... Да, с 5 лет играл в Counter-Strike. Да. Сначала 1.6, потом CS GO, да? И на 6 я добился хороших результатов. Каких? Расскажи, нам интересно. Ну, я помню, мне где-то было еще лет 12, я ездил на LAN тоже. Получается, там было как турнир проводили, ну, как бы сами организованы, как битва городов у нас в Сибири. Ну, получается, мы собрали команду чисто городскую. Я был самый маленький там, ну, хорошо играл, меня взяли. Ну, и в итоге мы выиграли. Ну, так нормально. Ну, вышли на LAN там, конечно, так же, наверное, как сегодня в Warface не очень показали результат. Ну, и все. Ну, такой был опыт все равно. То есть, я себя не чувствовал как-то совсем потерянным, вот, например, сегодня. Ну, то есть, ты, получается, все равно опытный киберспортсмен. У вас в команде тоже такие же опытные, до этого где-то еще тоже выступали в других играх? Нет, нет. Только я вот именно с опытом в Counter-Strike и все. А так, ребята как бы тоже играли в Counter-Strike, все такое, но не в таком количестве. То есть, как я. То есть, я вот с самого детства. Почему у вас не удавалось вам до этого выйти на LAN-финалы? И как вам, как получилось, что на этот LAN вы вышли? Ну, вообще, единственное, что нам мешало, ну, конечно, это то, что мы часто вот, то есть, надеялись на себя, собирали вокруг себя составы. То есть, в принципе, наш состав состоит из пяти капитанов других. То есть, они собирали, то есть, под себя и делали игру под себя. То есть, они были все индивидуальные, то есть, скиловые ребята. Но все-таки мы пришли к решению, что нужно вот так вот собраться все вместе и реально показать хороший результат. Все мы проходили очень далеко на старых Open Cup'ах. То есть, до 1-4 доходили, до 1-8. Ну, и в итоге сливались. Ну, а сейчас мы собрали хорошую команду, были уверены в себе. Плюс, у нас у всех были плохие компьютеры. Ну, в принципе, у всех. Ну, и сейчас еще у двоих остались. Но вот трое просто купили очень мощные компьютеры, хорошие мониторы, хорошие девайсы. И, в принципе, да, ну, это тоже очень важно, чтобы добиться результата. Плюс я еще, у меня был ужасный интернет, играл с модемом. Ну, и как-то результаты еще не очень хорошие показывал. После этого включил хороший интернет. Ну, и все вот так вот понеслось. Это все было с целью попасть на ЛАН и выиграть? Да, цель была только одна, ни ниже, ни выше, выйти на ЛАН. Ну, конечно, у нас был настрой вчера вообще занять, так сказать, первое место. То есть, настрой был на первое место. Но минимальное для нас было второе. И, ну, мы не выполнили, конечно, свою задачу. Но то, что мы до этого ставили, то есть, это вообще просто выйти, поехать в Москву. Ну, мы выполнили. Ну, в принципе, довольны. Состав еще, ну, как сказать, из молодых игроков, неопытных. Ну, это, думаю, опыт очень хороший для нашего состава. То есть, у нас теперь будем... Ну, как когда ты знаешь людей вживую, я думаю, ты как-то... То ли станешь как-то более сплоченным с ними, что ли, начинаешь лучше играть. Многие, конечно, после ЛАНов обычно бросают свои составы. То есть, ну, это всем известно. Мы, конечно, постараемся сделать так. Хоть нас, наверное, всех теперь будут и переманивать, как это делают. Так это нормально. Для Warface это нормально. Но мы все-таки... Это ребята дружные. Ну, как-то все ближе к одному возрасту. И мы как дали друг другу слово, что мы никуда не уйдем. То есть, вас не подкосила вот эта неудача, и вы к следующему турниру будете сражаться? Да. Состав абсолютно, так сказать, новый, из молодых игроков. В принципе, еще не прям так очень все круто сыграно. То есть, в принципе, наш финальный состав, который поехал на финал, он был создан только месяц назад. То есть, ребята из Skill Wars, которые выиграли Warchamp, то есть, там вообще был огромный шок. Они выиграли вот эту команду, как раз-таки почти весь Рокет. Просто вышла какая-то команда Skill Wars, их никто недооценивал. Они просто взяли и выиграли вот эту команду. Вроде называлось Autistic Gaming. Вроде как-то так. И, то есть, состав вот этого Skill Wars, можно сказать, мы так развалили. Мы забрали вот у нас злобный пони и ВХ-шник, мы их себе забрали. Одно безумие, там у них был медик, он, получается, ушел в арену Stars, как раз-таки вот играл в мастер-лиге. То есть, да и переманивал нашего злобного пони, говорил, все, мы в Москве уже, можешь к нам спокойно идти, а вы типа никуда своим составом не выйдете. Мы доказали, конечно, обратное. Но главное, говорю еще раз, нужно просто вот суметь вот пережить вот этот период времени, когда нас будут сейчас всех переманивать, и я думаю, мы еще раз приедем. Мы не последний раз еще тут, и мы, думаю, еще получше результат покажем. Надо это говорить, смотрев камеры, и мы еще вернемся. Мы еще вернемся. А что все-таки сыграло роль большую в вашей неудаче в первом вашем матче? Противник был неудобный, вы не хотели, чтобы они именно попались? Нет, противник удобный был. То есть, все там было понятно уже нам сразу, но они такие, так сказать, хитрецы. То есть, сделали специально вылет. То есть, даже Валикжанин был удивлен. То есть, как бы, кивал, говорит, какая рука, говорит, опусти. А он все равно, то есть, у них все было в порядке технически. То есть, единственное, что, ну, они, ну, я, когда вот мы ввели, получается, со счетом, какой же он был, вроде 6-1. А, 5-1. Да или 5-0. И, то есть, я просто поворачивался, я уже видел просто вот эти вот лица вот бледные, которые, ну, все было понятно, в принципе, ну, мне лично. Я думал, все, сейчас мы доиграем, заберем вторую карту, и привет, финал. Но, вдруг, почему-то кто-то поднял руку, пришлось перезапустить игру. И, то есть, я как бы нормально играл до этого. Ну, и все это просто пропало. У меня был сбит настрой, то есть, я очень хотел перед игрой, то есть, у меня был такой просто бешеный настрой, я хотел выиграть. И так получилось, что вот те ребята, которые тащили до вот этого перерыва, они просто перестали играть, не могли собраться психологически. Ну, и в итоге проиграли. Вторая карта тоже самое. Мы шли как бы с равным счетом. Я показывал, опять же, хороший результат, наш медик показывал хороший результат. Да вообще все, то есть, стабильно играли. То есть, все как близко друг к другу, счета были практически одинаковые. Но, империя... Снова прервали игру? Снова прервали игру. То есть, Валикжанин был уже вообще в ярости, ему это не нравилось. Но здесь ничего не поделаешь, если поднял игру, ой, поднял руку, то это, значит, какие-то проблемы. Еще нам, из-за того, что они подняли рану руку, нам забрали один раунд. В итоге обратно вернулись в счет. То есть, мы выигрывали 6-5, остановили игру, отобрали у нас шестой раунд, счет был 5-5. В итоге мы просто сливаем шестой раунд им, то есть, 5-6 проигрываем, и все. Мы полетели. То есть, проигрывали им 7-10, вернулись в игру 10-10, вышли вперед 11-10. То есть, нам нужен был всего лишь один раунд, чтобы быть финалом, ну, точнее, еще вывести их на третью карту. Но мы просто взяли и слили три раунда подряд. То есть, мы, возможно, же в себя поверили. Ну, то есть, ты думаешь, ты подозреваешь, что, возможно, они могли сделать, зная, что у вас нет такого хорошего опыта, как у вас? Они это специально сделали? Ну, конечно, специально это все знают. Вы спросите, вот, у любого, там, у Рокетов, у Арены, они все знают, что это так. То есть, у Двилла есть такая вот... Ну, они же в рамках правил все сделали, значит, они... Мы сделали в рамках правил, то есть, мы тут ничего не можем поговорить. Ну, если вот так просто... Человечески? Да, если по-человечески, то... Честно. Не честно, ну, как бы, победители не судят, так что мы уже проиграли. Нужно было просто самим собраться и все. Ну, а если на следующем лане такой же выйдете, на следующем лане... Мы уже будем как бы с опытом, мы уже так не будем разваливаться после каждых там вылетов или что. Думаю, это такой ценный очень опыт. Мы еще потренируемся, думаю. Ну, думаю, на этот раз мы заберем. Тебе помогает то, чем ты занимаешься, каким-то образом в самореализации, в учебе? Вообще никак. Мешает скорее? Скорее, да. Ну, я не скажу, что это прям... Ну, это не может помогать. Все дети играют в игры, там, участвуют в всяких турнирах. Вот, например, я сейчас вот здесь сижу в воскресенье, завтра в понедельник утром в школу. Это как-то не очень помогает, потому что я только завтра вечером полечу обратно. А то, что это дополнительный стимул для тебя, если ты будешь хорошо учиться, тебе разрешат поехать? Родители поставят там условие, что если ты отучишься на отличном, мы там тебе то-то, то-то купим для компьютера, то, думаю, да. То есть ты понимаешь, да, что сейчас родители посмотрят это интервью и будут тебя в следующий раз шантажировать? Скажут, не поедешь на ЛАН, если не получишь пятерку по математике. Ну, вообще, на вы, абсолютно. Навряд ли они посмотрят это интервью. Просто навряд ли. Такого даже быть не может. Рискуешь? Рискую. Главное, чтобы просто кто-то это не показал. Мы не будем тебя палить. Ну, хорошо. Увидимся тогда на следующем ЛАНе. Пожелаем удачи вашей команде. Мы надеемся, что мы выйдем на этот следующий ЛАН, еще тоже так не надо сразу говорить. Вы не настраиваете себя сразу на них? Мы не настраиваем, но не надо уже заранее туда отправляться. Мы очень надеемся, что вы приедете, потому что всегда приятно видеть новые лица и интересно с вами общаться. В заключение передавай приветы и обратись к комьюнити, к сообществу, что-то скажите. И к родителям, да, на всякий случай. Я не хочу с ними, пока ничего не хочу, никакие послания отправлять. Но, конечно, хотел передать привет всем своим друзьям, которые меня поддерживали. То есть в интервью у Серентика я уже говорил. То есть их много, я где-то насчитал больше 80 человек. То есть кому нужно было передать привет. Я как бы хотел сначала написать на листочек. Да, хотел написать на листок, там всех перечислить. Но я понимаю, что по-любому кого-то бы я пропустил, забыл бы. Что? Ну вот, кого-нибудь по-любому бы пропустил, забыл бы. И, возможно, бы кого-нибудь обидел. А я это не хочу делать. Так что я просто всем сразу передаю привет. Всем тем, кто смотрит стрим, всем тем, кто нас поддерживал. Ну, здесь мы еще... Вы еще не раз меня видите вот здесь вот. Интервью даю. Будет перечислять по 20 человек. В одном интервью 20, потом еще следующие 20. И так все будет? Нет, я так не буду делать. Окей, хорошо. Просто всем привет. Спасибо большое за интервью. Да, не за что. Обращайтесь.